Оксимирон показал кусочек нового трека и готовится к интервью у Юрия Дудя. Состоится ли баттл Млечного против Тины Канделаки? Макс Корж повзрослел во второй раз. Ну, выпустил альбом в смысле. Рики Эв, где Эв – это его три новых трека 23 века. Новый клип от Black Star. Паша Техник подсел на Ксанакс. PLC поднял важные темы в своем новом клипе. Об баттле, который стоит посмотреть, и не только об этом, расскажу сегодня вам я. Вы смотрите Рэп Ньюз. Меня зовут Игорь Еремин. И мы начинаем сразу же после вашей подписки на наш инстаграм. Там все только самое информативное и интересное для наших подписчиков. Ссылку ты найдешь в описании. И погнали! У Окси Мирона в Олимпийском уже sold out, но сейчас не об этом, а о новом видео, где он зачитал кусочек невыпущенного трека. Конечно, можно надеяться, что песенка войдет в грядущий альбом или микстейп, который вот-вот выйдет, но это, скорее всего, что-то на грани фантастики. Ведь если он объявит, что опубликует этот возможный релиз после тура, многие в это уж точно не поверят. И еще одна хорошая новость. Заключается она в том, что, дамы и господа, внимание, скорее всего, Юрий Дудь добьется того, что возьмет интервью у кого? Барабанная дробь. У Окси Мирона. Да ты заебал. Интервьюер уже начал преследовать рэпера. Об этом в шуточной форме Мирон сообщил в комментариях своего инстаграма. Но так как следующий сезон в Дудь только через месяц, придется немного подождать. Эх, нам не привыкать. Совсем скоро состоится Версус. Драга против Димасты. Об этом сообщил Ди в своем инстаграме. О поединке мы также подробно расскажем, но только после его выхода. Ну а сейчас о настоящем бифе двух тяжеловесов русского рэпа. Готовы? Скоро состоится батл на Версус. Тины Канделаки против... Барабанная дробь怎麼辦? Тинная дробь. Эм... Блин, как там его... Му... Так, это не тот... А, вот он. Млечного. Ну в общем, как это случилось? Да все просто. Майти Ди упомянул Тину в своем тексте против М link. Хоном часа похоронил. Резонанс не заставил себя долго ждать. И Тиной в твиттере уже был задет Млечной. О боже. И тот, естественно, вызвал её на площадку ресторатора. И... она согласилась. Назовите элемент главной подгруппы, вторую группу второго периода, периодическая система химических элементов, Медилеева с атом номер 4, это вещество относительно твёрдый металл, света серого цвета, имеет весьма высокую стоимость, высоко токсичный элемент. Вот это грайм. Но увидим ли мы этот баттл? Вопрос пока что достаточно спорный. Ну а если вдруг это и случится, то наверняка Рики Ф, где Ф это пишу тексты за деньги, должен спасти Тину от глагольных рифм. Ну а что касается Млечного, то скрестите за него пальцы, если вы часто забываете собственное имя. Я любил седьмого класса, это пошло, я не скрою, полюбил седьмого класса, 100 обложки на плейбой и тинатин. Вы милы в своём наряде, не могу я укроту, для вас цветы зарядья, как статьи Спортсру. Это просто крем и тесто, скажи, почему так вкусно сильно? Почему так вкусно сильно, ма? Макс Корж наконец-то выпустил новый альбом под названием «Малый повзрослел», часть вторая, который переносился несколько раз. Видимо, никак не мог повзрослеть, и голос не мог сломаться. Но время пришло, и, по мнению фанатов исполнителя, оно того стоило. Все семь треков пропитаны всё тем же Максом, повествующим о моментах жизни, происходящих вокруг нас. Время без забот, среди белых скал наш секретный порог. В эту Одиссею прыгну прямо на дно, Все скалы найдут и набираю разгон. И волны по коленям, волны по коленям, Волны по коленям закрутил и упал. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Пишите своё конструктивное мнение в комментариях. А мы обязательно прочтём, и ждите, кстати, подробную рецензию у нас на канале совсем скоро. Время разложить нашу жизнь по местам. Самый известный русский рэп-гострайтер Геннадий Рикиев, где «Ф» — это «Подпишись на рэп-ньюз», опубликовал аж три новых трека, где ошеломил всех новым звучанием. На тобой одинокий рассвет, Он единственный может согреть В окружении мёртвых людей На до ужаса плоской земле. Но ты не плачь, ведь всё можно измерить временем В этой солнечной системе ценностей. Новый спутник, кольца, дети, о чём ещё можно мечтать в 23 веке. Поняли, поняли? Музыка прямиком из 23 века, которая очень специфична, но, безусловно, найдёт своего слушателя. Рики попытался совместить сильную текстовую составляющую с озвучанием, за которое его могли просто сожрать хейтеры. Но вроде перевоплощение прошло безболезненно. Новый клип Тимати. Вы это видели? Посмотрите от начала до самого конца. Кто же ещё снимает подобные клипы в России? Композиция не подкачала, в которой искренность Тимура очень цепляет, а сама задумка реализована на все сто. Вы просто маленький пазл В этой вечной симфонии Сидите сами себя, А я достигну гармонии. Ещё один интересный момент – это то, что в клипе снимался скандально известных в этих ваших интернетах сам Олежа Тиньков. И проработана реклама была до малейших деталей. Вроде и выкинул карту, а вроде и взял. Олег, ты знаешь, что он засунет эту карту себе в жопу? Кстати, недавно очень хорошо разошёлся фейк о том, что паблик-кастинг модели ищет зрителей на концерт Тимати в Олимпийском, да ещё и платит по 900 рублей. Данную информацию начали форсить многие рэп-паблики, и в том числе сам Окси Мирон. Ответ от главы Blackstar был незамедлителен, где тот в достаточно резкой форме прошёлся по фейк-ньюс, а также не без самоиронии и сарказма пригласил Мирона на свой концерт, предварительно сказав, что в комплект с билетом будут входить беруши. Кто-нибудь тут помнит, кто такой Паша Техник? Ну, мы вам напомним. Каким образом? Да легко, просто покажем его новый клип на трек про Ксанакс, который считается одним из самых популярных и, пожалуй, удачных песен за всю его рэп-карьеру. И хоть он немного опоздал, потому что уже разговоры Оксаны Ксении в тренде, но качественно-психотелическую видеоработу вы можете оценить. Как минимум, клипмейкер постарался и выделил клип из серой массы. Бой с тенью, бой с тенью или игра с самим собою. Бой, нужен Ксанакс. 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 Один из создателей батл-проекта Слова, PLC, очень скрупулезно подходит к своему творчеству, что в итоге выливается в редкую публикацию нового материала. Но за качество и стиль волноваться не приходится и на сей раз мы можем наблюдать экранизацию трека «Восход», где затронута очень важная тема наших дней, причем по всем фронтам, как в треке, так и в клипе. После предыдущего выпуска нам стало приходить много предложений о том, чтобы в выпуск мы вставляли исполнителей, которые пока что не сильно известны, но делают хорошую музыку, которую не стыдно будет закинуть к себе в плеер. Мы прислушались к вашему мнению и, чтобы расширить ваш кругозор, расскажем о ребятах с отличительным флоу из Шаос Плиф, творческого коллектива из города Назарет, у которых недавно вышел альбом «Пирамида». Релиз обладает самобытным звучанием, а также высоким содержанием хороших рифмов, в связи с чем и советуем вам к прослушиванию. Баттлы-баттлы, частенько мы в выпусках поднимаем эту тему. Финал для Минска Индепендент Баттл Арена мы не могли пропустить, где столкнулись такие МС, как «Фанат Бабана» и «Неймлесс». Данный финал войдет в историю становления белорусского баттл-рэпа, с чем мы и рекомендуем ознакомиться. Пока колдую над фразами, я вижу твой каждый гоняничок, и не дам этой шкуре отмазаться. Ра! Нарадуешься, Вань? Скажешь, мой рэп дерьмо? Не спорю. Хотя нет, стой, в нем есть фонт, это чит может запитать весь дом, без слов он несет, треск гром, блеск молнии его дресс-код, тебе пиздец, клоун, будто написал Зевсбок, мой текст-сток. И на этом у меня все. Для тех, кто уже подписался на наш канал и на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех самых интересных новостей о русском рэпе. Ну а для всех остальных, а ну-ка подписывайтесь и запомните, если хотите следить за хип-хопом, тогда просто следите за нами. И все. Ну вообще, больше ничего вам не нужно, просто смотрите наш канал и паблик ВКонтакте, ну еще и Инстаграм, ну и на Твиттер подпишитесь. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok